Девушки отдыхают Какие валенки самые прочные Устали Деды Морозы так, как будто на них кто-то ездил И решили поездить на ком-нибудь другом Решено! Устраиваем гонки Сегодня будут только безмоторно-зимние варианты Тройка лошадей против восьмерки собак Оба Деда Мороза отправляются готовить свои экипажи Итак, в красном углу первый болид Комфортабельный бизнес-седан с двигателем мощностью 3 лошадиной силы Типа тройка лошадей Самый привычный вид транспорта Деда Мороза Вариант классика В базовую комплектацию входят три идеальных скакуна И удобные вместительные сани В синем углу двухместное купе типа собачья упряжка с нартами Восьмиприводной, тридцати двухлапый мотор Комплектация собаки-хаски Каждый Дед Мороз приступил к осмотру своего болида У красного дедушки не авто, а загляденье Как ни крути, бизнес-класс Отделка натуральной кожей Вряд ли кожа так же хороша, как наша природная Нам даже минус тридцать пять не страшны Куда же ставить такую красоту на ночь? Лошади должны обязательно ночевать в тёплом гараже Хаски же особых условий не требуют Они могут припарковаться на долгую стоянку Прямо на снегу, на открытом воздухе И даже при самом сильном морозе Секрет в том, что когда собакам нужно передохнуть Они вырывают яму, а сверху их накрывает снег Ветер не проникает внутрь такого домика Там циркулирует тёплый воздух И собаки спокойно набираются сил Если надо, они меня согреть могут А я предпочитаю согреваться кое-чем покрепче Например, горячим чаем Лошади на чае много не проедут Расход топлива в день у болида «Тройка» составляет 6 килограммов Овса, отрубей и овощей И примерно 30 литров воды Да уж, едят как лошади К тому же уходить на пит-стоп им придётся каждые 4 часа А вот собак во время гонки кормить категорически запрещено Сытый пёс никуда не побежит Прошёл дистанцию – получи свою миску с едой Зато расход топлива по сравнению с конями небольшой 400 граммов сухого корма в день Самим Дедом Морозом с такими экипажами не справиться Поэтому каждому помогает опытный погонщик Управляется «Тройка» всего лишь одним устройством – поводом Он же руль, он же тормоз Чтобы остановить «Тройку» нужно просто натянуть повод на себя Никаких лишних движений А вот у второго болида управление более совершенное – голосовое Прикрикнул на собак – они и поехали Но вот чтобы остановиться, придётся нажать на педаль тормоза Экипажи готовы, и наши Деды Морозы отправляются к намеченному месту старта Совсем скоро в честной гонке мы выясним, кто же быстрее – лошади или собаки Экипажам предстоит преодолеть расстояние в один километр по заснеженной трассе Стартовать они будут одновременно Несмотря на то, что лошади бегут быстрее, за день оба экипажа проходят примерно одинаковое расстояние Этот парадокс объясняется очень просто Когда лошади останавливаются на отдых, собаки наверстывают упущенное Ведь их болид может лететь по снегу без дозаправки и обновления запасов жидкости целый день Правда в гонке на один километр эти показатели не имеют принципиального значения Так что интрига сохраняется Пора бы уже стартовать и на деле выяснить, кто лучше Ну что, Синий, ты понял, кто первым будет? Я буду первый, ты устарел Ну вот увидим Участникам уже не терпится ринуться в бой На старт, внимание, поехали! Стартуют одинаково резво Никому не хочется остаться позади Тройка вырывается вперед Собаки потихоньку отстают Подходим к первому повороту Тройка ретивых за счет своей массы уверенно входит в вираж Русская тройка единственная в мире разноалюрная запряжка Центральная лошадь, коренник, скачет быстрой рысью А те, что по бокам, пристежные, галопом Таким образом, коренника будто несут на себе скачущие галопом пристежные Благодаря этому все три лошади медленнее устают, но поддерживают высокую скорость А для собак этой породы характерен ровный алюр Чем быстрее бег хаски, тем он смотрится более легким и свободным Кажется, что животное летит над поверхностью земли Но тут они здорово отстали Видимо, исход гонки предрешен Кстати, средняя скорость болидов примерно 20 километров в час Немало для такой заснеженной трассы Но впереди прямой участок дороги И здесь, как в классических гонках, более легкий болид берет свое Хаски начинают догонять тройку Сколько азарта! Собаки во все свои восемь клаксонов требуют уступить дорогу Это невероятно, но собаки вырываются вперед Выходим на финишную прямую Кто же все-таки окажется быстрее? Неужели классический вид транспорта Деда Мороза окажется менее эффективен? Нет, сдаваться лошади не собираются и тоже прибавляют хода И вот они уже впереди На последних метрах восьмерка собак мощным спуртом вырывает победу у лошадей И финиширует первый Дистанцию в один километр они преодолели за три минуты И хотя лошади отстали всего на пару секунд Победитель может быть только один В следующий раз мы протестируем посохи Деда Мороза И выясним, какой из них прочнее Лошади, собаки, ерунда это все Самое хорошее средство передвижения это олени Потому что Дед Мороз успевает за день облететь на них всю землю Редактор субтитров А.Семкин